Айварс Клавис Бэйцэ зима тадо патика епрэкшья Кончилась зима, такая же, как и прошлое. Перевод Виолы Рогайс Читает Евгений Бразил-Брышковский К концу зимы снег вдоль железнодорожной колеи стал грязным. Мороз отступил, и чувствовалось, что скоро будет весна. В тот вечер они, как обычно, на поезде возвращались с работы. Алдис сказал, что эта зима была точно такая же, как и прошлая. Ничего не переменилось. И Бригитта ответила, да, просто не верится. Прошло уже больше года. В вагоне сидело еще человек десять. Просмотрев вечерку, они теперь молча ждали каждой своей остановки. За окном постепенно темнело, а поезд мчался все дальше и дальше. Временами из-за деревьев проглядывал желтый огонек, но только на совсем короткий миг. Бригитта вынула из сумки записную книжку, чтобы подсчитать, сколько они сегодня оба истратили. Записывать расходы Бригитта начала месяцы через три после свадьбы. Ей казалось, что денег уходит слишком много. Это, разумеется, не означало, что теперь они тратят меньше. Ничуть. Расходовались столько же, разве что сразу можно было сказать, как, где и когда. Все это было тщательно заприходовано. И так, вооружившись ручкой, Бригитта начала. «Я купила тебе ботинки. Это двадцать восемь рублей». Она записала двадцать восемь рублей. «Потом я еще пятьдесят копеек за обед. Кое-что я взяла к ужину. Два рубля. Вообще-то рубль восемьдесят, но я пишу два». Она обычно записывала круглую сумму. «Если меньше пятидесяти копеек, то пятьдесят. Если больше – рубль». Это было ею самой изобретенное универсальное округление. «Стало быть, всего тридцать рублей пятьдесят копеек». Бригитта вопросительно взглянула на Алдиса. «Ты сегодня ничего такого не покупал?» «Нет. Девяносто копеек на обед, и все». «Тридцать рублей пятьдесят копеек. Да, еще один рубль. Тридцать один пятьдесят». «На будущей неделе нам ничего покупать не нужно. Надо жить экономней, правда? Было бы здорово, если бы нам квартиру дали в июле. Мы еще могли бы купить кое-что из мебели, пока ждем маленького. Знаешь, мне немножко страшно. Еще и потому, что теперь мы будем не одни. И за себя немножко боязно. Может, и вправду малыша надо было завести раньше, сразу?» Алдис кивнул. А Бригитта продолжала. «Возьмешь дома десятку. На ту неделю тебе должно хватить». Поезд уносился все дальше и дальше. Бригитта читала вечерку. Все было точь-в-точь, как всегда. И тут вдруг Алдис снова в этот вечер заговорил о зиме, что зима была гнусная, такая же, как и прошлая, и даже еще гнуснее, потому что ничего не изменилось. Люди сидели молча, ожидая каждой своей остановки. Временами из-за деревьев проглядывал желтый огонек, но только совсем на короткий миг. Бригитта посмотрела на Алдиса поверх газеты, хотела что-то спросить, но так как не поняла толком, почему он дважды за каких-то полчаса заговаривает об одном и том же, ничего не спросила. Она продолжала читать, как будто и не слыхала. Однако все это всплыло в ее памяти на следующий день. Вспомнилось с внезапной отчетливостью. Сидя в поезде, она уже который раз перебирала в уме каждую мелочь, каждое слово. Она искала во всем определенную связь, ведь произошло нечто совершенно неожиданное, чему и верить-то не хотелось. Сидя одна, на скамейке у окна, Бригитта вынула записную книжку и записала расходы. Потом снова вспомнила вчерашнее. Ей стало не по себе. Больше года они каждый будний вечер возвращались домой вместе. Сегодня Бригитта впервые была одна. Может быть, Алдис просто задержался? Но раньше ведь ничего подобного не случалось. Может, что-нибудь произошло? Но в таком случае он мог позвонить. И Бригитта снова перебрала в уме вчерашнее. Решила, что никакого несчастья произойти не могло. И одна вышла на остановке, на которой вот уже больше года каждый будний вечер они выходили вдвоем. Бригитта и вправду могла не волноваться. Никакого несчастья не произошло. Просто около двенадцати Алдису на работу позвонил Зигурц. — Привет, старик, — сказал он в трубку. — Я не имел чести видеть тебя с самой твоей свадьбы. — Привет, привет. Похоже, не врешь, — ответил Алдис. — И никогда не врал. Ты это знаешь. Поэтому вникай в то, что я тебе скажу. Тебе еще не надоело? Ты не хочешь вырваться? Ну, вырваться из своего мещанского закоснелого бытия. Видишь ли, нужен клевый чувак. Именно такой, как ты, или, вернее, каким ты был когда-то. — Зачем? — Мы едем в сауну. Все прочее усвоишь на месте. — Какую сауну? Я, старик, так сразу не могу. Так я и знал. Всех обзвонил, мне везет хоть тресни. Я уж понадеялся на тебя, выходит. — Ну, ладно, говори конкретней. — Конкретней? В шесть у вокзальных часов. — А что это за баня? — Самая обыкновенная. У моего предка в том колхозе еще есть кое-какие права. Ясно? — Ты это серьезно? Я же не могу так сразу. — Секи на полном серьезе. И если ты все тот же старый бродяга Алдис, который глушил водку стаканами, будь в шесть у вокзальных часов. Зигурц положил трубку. До обеда Алдис починил еще одну электропечь. Работа не шла. Он хотел было позвонить Бригитину, вдруг рассердился на себя. Чего ради звонить? На привязи, что ли? В обед Алдис спустился вниз в столовую. Когда он встал в очередь и вытащил из кармана ту самую десятку, что взял дома утром, на душе стало совсем муторно. Скоро весна. Отпуск был прошлым летом. Где он побывал с тех пор? Раз за четыре с женой в театре. Раз десять в кино и один раз на эстрадном концерте. Все. И больше нигде, если не считать нескольких именин и рождений у друзей. С вечеринок уходить надо было около одиннадцати, чтобы поспеть на последний поезд. Это же смешно, ей-богу, смешно. И так продолжается все время. Как же он раньше ничего не замечал. Все время работа, да работа. И каждый вечер почти час трясись в этом проклятом поезде домой. Одни уходят один за другим. Похожи, как две капли воды. И тут Алдис сказал вдруг себе. К черту! И вышел из столовой. Стеклянные двери громко захлопнулись за ним. В тот день он закончил работу на полчаса раньше, чем обычно. Купил бутылку коньяка и ровно в шесть был у вокзальных часов. Зигурд, улыбаясь, шел навстречу. Я знал, старик, что ты не подведешь. Его познакомили с каким-то Элмором и четырьмя девушками, которые назвали себя. Сармите, Сарма, Сарта, Сандра. Они произносили имена так серьезно, что все это уже совершенно не воспринималось всерьез. Самая маленькая, расточком назвавшаяся Сармой, протягивая руку, спросила. Так вы и есть тот самый художник, о котором рассказывал Зигурдс? — Какой художник? — Милые дамы, товарищ художник очень... А вы сразу с расспросами к нему. Неужели вы ничего не слышали об акварелях Алдиса Лапиня? — вмешался Зигурдс. — Да, да, — произнесла самая маленькая, ростом, который звали Сармой. — Мне даже, кажется, я их видела. — В доме художника, верно? — подсказал Алдис. Он знал Зигиса и знал, что отныне сопротивление бесполезно. — Может быть, я не помню, — отозвалась та, которую звали Сармой. Она оперлась рукой на локоть Алдиса. — Вы пишете море? — Ну, не столько само море, сколько дюны, — произнес он таким тоном, будто и вправду сотни раз писал дюны и в придачу считал это занятие столь обычным и маловажным, что не стоило и говорить о нем. Едва он это произнес, его охватило странное ощущение. Сами собой распрямились плечи. Честное слово, ощущение было такое, что ему самому казалось никакой не младший техник Алдис Лапиндж, а в самом деле шный и широко известный художник, о работах которого говорят, о работах которого спорят и который сотни раз писал дюны, не считая это занятие таким, о чем стоило бы много толковать. Через два часа они уже были в сауне. Над трубой курился дым. Дедок, дремавший до их прихода, в большой комнате у стола произнес «Ну так я побежал домой. Ключ к утречкам подсуньте под бочечку дверей» и исчез. Дальше все шло как в кино. Темпы все нарастали. Гомон становился все громче, а краски все ярче. И Алдису показалось, что он снова куда-то несется. Только не было потемневшего снега вдоль железнодорожной колеи. Не было людей, в молчании возвращавшихся с работы домой. Сейчас перед глазами все мелькало и вертелось, как на карусели. И от этого мелькания и верчения он понемногу начал хмелеть. Хотелось безостановочно мчаться в этом сумасшедшем темпе, ни о чем не думая, выбросив из головы все, что мешает. И даже самую мысль о том, что карусель, она и есть карусель, стоит она все на том же месте, где поставлена. И каждый следующий круг повторяет предыдущий. Они жарились на полке, потом по узкому коридору бежали к речке. В вышибане она была белой и неподвижной, они же проглядывали черные разводья. Когда они снова возвращались, то усаживались за стол, и Зигурс безумно усыпал глупыми или смешными историками. Все четыре девушки непрерывно хохотали. Та, что поменьше росточками, которую звали Сарма, ни на шаг не отступала от Алдиса. Он рассказывал ей о живописи, о творческом методе, о своем художническом о видении мира. Зигурс рассказывал, и сам все время удивлялся, откуда что берется, а Сарма смотрел на него, не отрывая глаз, словно стараясь считывать фразы с губ, прежде чем он их произносил. Только Зигурс чуть было все не испортил, заметив, раньше ты не был такой умный. Какая колоссальная творческая отдача за последний год, а? Хорошо еще, что он ничего больше не добавил, и другие так и не поняли, что он хотел этим сказать. Когда перевалило за одиннадцать, все дошло до точки. Это был предел. Быстрее кружиться карусель уже не могла. Зигурс всем подряд предлагал Париж, что голым прыгнет в реку, а Сармита возразила, что это нисколько неинтересно. В баню вообще положено ходить без ничего. Не в этой компании будет сказано. Зигурс, конечно, услышал. Ну так двинули. Чего мы тут волынем? И они ушли. Зигурс, Элмарс, обе девушки, которых звали Сармита и Сарта. Дверь в предбанник осталась приоткрытой. Алдис видел, как они разделись и нырнули в парную. Из допотопного радиоприемника в углу доносилась музыка. Обняв друг друга за плечи, они с Сармой стояли у окна и покачивались в такт. Сарма рассказывала, что у нее есть жигулек и что ей до смерти нравится на нем ездить. Две недели тому назад она получила права, и если Алдис захочет, они могут куда-нибудь вместе уехать. Это было бы чудесно. — Честное слово, это чудесно. Ну, поедем! — говорила она. А четвертая девушка, которую звали Сандрой, стояла, прижавшись спиной к стенке. — Точно! Машина уже есть, остается подыскать мужа. Для тебя это не составит большого труда. Подрулишь на своем жигуле и порядок. Девушка, которую звали Сандрой, была самая некрасивая из всех четырех, долговязая, с рыжими, коротко стриженными волосами. Алдис с Сармой вышли из бани. Когда они вернулись, все уже сидели за большим столом из деревянных плах, и Элморс пытался петь. — Я вам скажу, друзья, юность прекрасная не повторится, не вернется вновь. Остальные тоже пытались подпевать, но песня как-то не получалась. И тогда, в тот самый момент, когда они очень старались подпевать, а песня как-то не получалась, Зигур сказал, — Хватит кривляться, тоже мне певцы нашлись. Сразу настала тишина. Прошло полминуты. Минута. Никто не проронил ни слова. Еще одна минута. И Алдис первым из тех, сидевших за столом, нарушил тишину. — Во сколько мы едем отсюда? — Ты в своем уме, милый? — Какие такие разъезды! Зигурц говорил медленно, отчеканивая каждое слово. — Сейчас надо баиньки. Домой поедем утром. — Как это утром? — Да, обыкновенно. Часиков в одиннадцать. Двенадцать. Ты что, потащишься на первый поезд в четыре утра? Простота. Сармитера смеялась. Остальные молчали и почему-то старались не глядеть друг на друга. Альдис взял со стола пачку сигарет и вышел. Вынув сигарету, вспомнил, что не взял спичек. Возвращаться не хотелось. Так, разминая в пальцах незажженную сигарету, Альдис шел по дорожке, которая вела от сауны к реке. Карусель встала. Внезапно. Вдруг. Примораживала. Под луной вдоль берега серебрился снег. Где-то высоко-высоко над головой стояли синие звезды. Часы показывали полвторого. И в этом зимнем ночном покое, В этой зимней ночной тишине под ногами простиралась самая обыкновенная земля. Держа ветвями снег, стояли деревья. Подо льдом текла река. Альдис вернулся к дверям сауны. Слышно было, как Зигурдс распоряжался там, внутри. Одеяла должны быть в стенном шкафу. Что? Нет, в задней комнате ляжем мы с армиты. А вы сдвигайте скамейки. Да нет, не так. С другой стороны. Двое могут спать здесь. Ты что, дурная? Надо же подстелить сперва. Альдис сбросил сигарету и снова спустился к реке. Отсюда хоть не слышно, как Зигурдс распоряжается в бане. От деревьев с того берега протянулись призрачные тени, будто это и не деревья вовсе, а навсегда замерзшие, навеки вечно остановившиеся к карусели. Альдис подумал о Бригитте. Подумал в первый раз с той минуты, как за ним с шумом захлопнулись двери столовой. Уже больше года они каждый день ездили на работу вместе. Сегодня утром он опоздает впервые. Как и вчера вечером, Бригитта поедет одна. Люди в молчании ждут каждой своей остановки. Поезд мчит сквозь тьму. Вчера он не сидел в своем поезде и на своем месте, в третьем вагоне напротив Бригитты. Вчера не сидел и не будет сидеть сегодня утром. Но ведь это его поезд. Честное слово, его. И ни один черт не может сказать, сколько еще на нем ездить, да ездить. Изредка из-за деревьев будет проглядывать желтый огонек, но только на совсем короткий миг. Люди молча будут ждать каждой своей остановки. Поезд будет мчать все дальше и дальше. Только он сегодня утром опоздает, а вчера так и вовсе не пришел. Почему? Почему не пришел-то? Младший техник Алдис Лапинш, который вот уже девять часов выдает себя за художника Алдиса Лапиня, не мог ответить на этот вопрос. Он стоял и смотрел на деревья, которые отбрасывали через реку призрачные тени и напоминали застывшие карусели. Подкралась грусть. Необычная, большая, огромная, непривычная грусть. В ночной тишине и покое под его ногами простиралась обыкновеннейшая земля. А он думал о поезде, на котором непременно нужно было ехать вчера вечером и непременно нужно поехать сегодня утром. Ровно в два Алдис снова вошел в баню. В большой комнате на полу спали Элмарс и девушка, которую звали Сартой. «Алдис, иди сюда!» Тихо окликнули его из предбанника. Это была Сарма. «Иди сюда. Мы заночуем здесь. Я уже все постелила, хотела пойти тебя искать, но вспомнила, что ты ведь не такой, как все, и не пошла. Я ждала. Теперь идем спать, ладно?» «Да, да, спи, я тоже приду». Девушка, которую звали Сармой, медленно разделась и аккуратно сложила свою одежду на конце скамейки. Алдис увидел, что она совсем юная, гораздо моложе Бригиды. Она вздрогнула от холода и тихонько забралась под одеяло. «Ты сейчас придешь?» «Да, сейчас». Алдис нашел спички и закурил. Он по-прежнему думал все о том же, что у реки, в прозрачной тени деревьев с того берега. От этих мыслей никуда было не уйти. «Ну, ты идешь?» Уже сонно спросила Сарма. «Да, да, сейчас», ответил Алдис. Когда он курил третью сигарету, Сарма уже спала и равномерно дышала во сне. Ее одежда была очень аккуратно сложена на конце скамейки. На часах было без четверти три, когда младший техник Алдис Лапинш встал, надел пальто и, ни с кем не попрощавшись, ушел. Небольшой строеницы на берегу реки становилось все меньше, пока, наконец, не исчезла совсем за громадными придорожными елями. Где-то высоко над головой стояли синие звезды, а младший техник Алдис Лапинш шел за снеженной лесной дорогой, не оглядываясь назад и не замечая ничего вокруг себя, так как думал лишь о поезде, на которой надо успеть, о поезде, на котором ему каждое утро ездить на работу, на котором возвращаться с работы домой. И еще думал о Бригитте, которая вчера вечером, наверное, как обычно, записала в книжку израсходованные деньги. Высоко над головой стоялись синие звезды, деревья отбрасывали на дорогу красивые призрачные тени, но Алдис не обращал на них никакого внимания. Им завладела непередаваемая словами тоска. Тоска по всему тому, отчего еще вчера вечером хотелось бежать, очертя голову. А теперь выяснилось, что без этого он совершенно не может жить. Лес все редел, но конец кончился совсем. На часах было полчетвертого, и Алдис прибавил шагу. Вокруг лежала белая, покрытая снегом равнина. Он спешил, словно и впрямь сумасшедшая, непередаваемая словами тоска гнала его по подмерзшему, странно мерцающему под луной снегу. А может, это была и не тоска вовсе? Может, это было нечто гораздо большее? Черт знает, как это назвать. Младший техник Алдис Лапинш не знал. Он шагал, не оглядываясь, и все время шептал, «Надо успеть на тот поезд. Если опоздаю, каюк. Иначе нельзя. Вырвался, называется. Мне этого рывка вот досюда на всю жизнь хватит. Это уже не шуточки. Я успею на свой поезд. Должен успеть. Должен. Но тут под ногами что-то хрустнуло. Он нагнулся. Это был лед. Только сейчас Алдис заметил, что уже давно идет не по дороге, а напрямик через окруженную лесом равнину. Видимо, через озеро. Возвращаться назад было поздно. Он постоял минутку, потом сказал себе, «Иначе каюк. Это мой поезд. Надо на него успеть». И пошел вперед. Через десяток шагов лед проломился. Алдис исчез в черной воде. Он не кричал, не звал на помощь. И так было ясно, что никого поблизости нет, и помощи ждать неоткуда. Алдис Лапинш пытался спастись своими силами, упереться руками в края и выбраться из воды. Но лед обламывался. Черная полынья становилась все шире, и выбраться не удалось. Одежда намокла, оттяжелела. Алдис исчез под водой. Потом вынырнул. Попытался еще раз ухватиться за лед. Снова исчез под водой. Вынырнул и почувствовал — это конец. Бороться больше не было сил. По щекам его потекли слезы, и он ясно понял, что напрасно. Все кончено. Когда Алдис в третий раз показался на воде, в тишине зимней ночи отчетливо было слышно — где-то вдалеке идет поезд. Шум постепенно нарастал, ритмично постукивали рельсы. Вспыхнула последняя мысль, что уже, наверное, четыре, и ему больше не успеть. Потом младший техник Алдис Лабинш исчез под водой и больше не выплыл. Утром по дороге вдоль озера шли шестеро. Самая маленькая ростом девушка, которую звали Сармой, спросила — «Зигурц, а твой друг вправду известный художник». Хе, какой он художник, дурак. Ушел ночью, никому ни звука. В этот момент стало слышно, как издаля приближается поезд. Шум нарастал, наконец поезд остановился на станции. Несколько минут все было тихо, затем снова ритмично стали постукивать рельсы. Звуки постепенно отдалялись, пока не растаяли совсем. «Прогопались из-за вас, теперь на поезд опоздали», сказал Сигурц. Никто ему не ответил, и все шестеро молча продолжали путь. В то утро Бригитта, как обычно, села в третий вагон. Она впервые проспала, но ничего уже нельзя было поделать. На работу она опоздала. Всю ночь не замкнула глаз, а под утро так крепко уснула, что не услыхала будильника. Бригитта села у окна. Люди в молчании ехали на работу. Каждый ждал своей остановки. И, как обычно, в конце зимы снег вдоль железнодорожной колеи стал грязным. Впервые опубликовано в 1974 году. На русском языке опубликован в сборнике современный латышский рассказ составитель Виола Рогаис. Рига, издательство Лесма. 1983 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова